Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Мы теряем облик Одессы. Мы потеряли не человеческий, но архитектурный облик Одессы. И будем терять его до тех пор, пока останется, что терять. Вот и сейчас Думская ТВ разбирается с остаточным явлением в виде распродажи земли по вполне естественной цели – снести память их архитектуры и построить что-то безрекая. Напомню, что в этом часе мы говорим об авторском материале Романа Семенова, о судьбе исторического комплекса «Дача Анатры» и, собственно, роман на студии. Ром, приветствую тебя в эфире. Итак, расскажи подробнее, что происходило на съемках, когда ты там работал. Удалось ли попасть, собственно, на саму территорию дачи и как принимали строители, которые там находились? Ну, это действительно какая-то интересная детективная история. У нас пошла почти неделя на съемку этого сюжета. Мы все-таки попали на территорию именно санатория бывшего, санатория Чувырина, но мы не попали на саму площадку стройки. Почему? Потому что там все было огорожено вот тонкой проволокой, которая, ну, перелезть через нее довольно сложно. А у вас десантных не было кусачек, да? Но, к сожалению, мы же не нарушители закона, чтобы на частной собственности вот сейчас все покусать кусачками и залезть туда и посмотреть. Но, тем не менее... Ну, было мне позвонить, у меня в сумочке есть. Вот в следующий раз, Алла, я обязательно воспользуюсь твоим советом. Я надеюсь. Вот. Но, тем не менее, мы зашли на территорию санатория. Мы побывали возле самой площадки, там, где идет строительство. Мы там увидели строительные материалы. Но дело в том, что мы были только с правой... Там вот доступная часть, куда можно зайти на санаторий, это правая часть дома Мищенко. Потому что, как мы знаем, на самой территории санатория, там было три здания исторических. С 1913 года два здания, которые принадлежала семье Анатора. И до этого был... Они купили еще дом Мищенко. Они размещались там буквально один к одному, там, метров 10-15. В 2008 году третье здание было разрушено. И неизвестно, каким образом. Вот и два осталось, и вот эта вот фирма... Почему же неизвестно, каким образом? Вполне, по-моему, известно. Как обычно. Точно так же, как сейчас пытаются сделать. Рома... Слушайте, у меня такой, извините, вопрос вообще. Кто-то пытался найти остатки этой семьи? Ведь, по большому счету, эта семья может потребовать... Вполне. ...здание, так сказать, обратно. Вполне, потому что, как мы знаем, там довольно такие мутные схемы происходили в 2014-2015 годах. По отчуждению, да? По отчуждению, по приватизации этой территории. Сначала в 2014 году вот это вот собственник, который сейчас проводит строительные работы, в 2014 году было приобретено... Бизнес-буд, да? Да, бизнес-буд, да. Это я вот сейчас расскажу там отдельная история темная по поводу этой бизнес-буд компании. Значит, в 2014 году она приобрела земельный участок, и только уже в 2015 году через суды, через разного рода, я так понимаю, какие-то, может быть... Махинации, схемы? Да, было приобретено, потому что по сообщениям ряда СМИ там не все чисто. Мы пытались, мы пытались дозвониться, как-то связаться с этой фирмой, но даже вот на сайте Минюста, где... Зарегистрирована сама компания. Да, в списке регистры, да, зарегистрирована компания. Это там есть висит телефон, но, как вот мы видим на сюжете, я пытался к ним дозвониться, но там нерабочий телефон вообще. То есть можно предположить, что компания как такова является всего лишь над документом? Ширмой? Возможно, да. И только, если я не ошибаюсь, в 2016 году там сменился руководитель, формальный руководитель этой компании. То есть под подпись? Да, да. Вот так вот. А если ты говоришь о том, что там были строительные материалы, значит, по идее, должно быть разрешение на строительство. Разрешение на начало работ у нас выдает ГАСК. Что сказали тебе в ГАСКе? В ГАСКе вообще отдельная история. Я позвонил там же как сначала, прежде чем позвонить в ГАСК, это же не открытая структура. Туда нельзя просто журналисту зайти, спросить руководителя, можно ли нам, гражданину, журналисту, общественности с ними поговорить. И он скажет, да, ребята, пожалуйста, заходите в кабинет, мы прозрачно работаем, сейчас мы с вами пообщаемся. Разве не так? Ну, видимо, нет, потому что мы позвонили в пресс... Сначала нам, я позвонил руководителю, Рибаконию Петру, он сказал, извините, это все решается интервью, вопрос интервью только через пресс-службу Одесского городского совета. Я позвонил... Ну, традиционный, собственно, ответ от всех управлений, департаментов городского совета. Могут ли выяснить, что вы ответили? Я позвонил в пресс-службу городского совета, мне сказали, ну, извините, на брифинге зам мэра Вячеслав Шандрик вам все рассказал, и Думская ТВ все снимала. А отдельно, эксклюзивным интервью, чтобы руководитель ГАСКО рассказал подробности, то есть выдали ли, например, разрешение... Насколько я знаю, это обязанность чиновников давать разъяснение средств массовой информации. Ну, тем не менее, в горсовете, наверное, считают как-то по-другому, вот, и мне сказали в такой довольно ультимативной форме, что нет, мы не разрешаем вам эксклюзивно, отдельно взять интервью, чтобы вам рассказали какие-то подробности по поводу и приватизации, и по поводу разрешения на строительство, и по поводу того, какие же все-таки были, какой рапорт у инспекторов самого ГАСКО, потому что они несколько раз туда приходили, и несколько раз инспектировали строительные работы, и они уже, наверное, знают, какое там, вот, фактическое состояние дел вот на данный момент. У меня ощущение, что мы в какой-то параллельной реальности живем. Такое впечатление, что происходит какой-то бред. Давайте, может быть, еще раз в голове проходим следующее. У нас существует Одесский городской совет. В нем заседает, сколько, 105 прекрасных человек. 64. Это депутатов, точнее, имеешь в виду? Конечно. Городского совета. А всего 105, это вместе с, я забыл, с чем, как, откуда цифра 105 мне взялась? Я не знаю, откуда тебе взялась цифра 105. Ладно, слушай, 60 прекрасных человек, даже не 4. Вместе с Геннадием Леонидовичем, по-моему. Он один за всех. Тогда 65. Но еще не стоит забывать про огромное количество департаментов, поддепартаментов, руководителей. Нет, это дополняют уже они непосредственно, как бы, там нанимают на работу. Мы в любой момент времени имеем право задать, если вопрос действительно стоит того, мы имеем право его задать. И в любой момент времени по важному вопросу мы должны получить ответ. Они обязаны нам его задать. В конце концов, кто кого нанимает на работу? Давайте определимся с этим. Я еще хочу заметить вот такой вот момент. Сколько человек нужно вывести, чтобы они подумали, что вопрос важный? Буквально несколько лет назад, когда я делал подобного рода сюжеты про какие-то сомнительные схемы и махинации, очень, ну, скажем так, не часто доводилось слышать от руководителя какого-то департамента, что извините только через пресс-службу. Да, они соглашались, даже если у них не получалось какие-то времени, чтобы нам уделить внимание отдельно по интервью, записать это в телефонном режиме. Ну, это хотя бы какой-то официальный комментарий. Здесь же вообще полный запрет. То есть ГАЗК даже по телефону отказался давать комментарии? Только через разрешение пресс-службы городского совета. Хорошо, тогда давай вернемся к брифингу, где удалось задать вопрос господину Шандрику. Что он ответил? Исключительно общие тезисы в том, что городская власть против застройки, то, что это незаконно, то, что приходили сотрудники ГАЗКа и выдавали предписания по поводу запрета строительства. И Вячеслав Шандрик был очень рад видеть активистов, которые вместе с сотрудниками ГАЗКа, скажем так, мешали строительству. Вот на этом и все. Спасибо общественности. С общественниками тебе тоже удалось пообщаться. Как много людей сейчас готовы выходить и защищать дачу Анатры? Ну, по заявлениям общественников, да, активных буквально несколько десятков, но по призыву могут выйти очень много людей. Но тут нужно сказать, что сами они без полиции, без поддержки властей сделать мало что могут, потому что там охрана, там большой забор. И вот не на камеру нам говорили ребята, что есть даже подозрение, что там ведутся работы по ночам, потому что ночью там слышен какой-то шум, даже соседи слышали этот шум. И поэтому они могут прийти, могут устроить акцию протеста, помитинговать, но реально что-то изменить могут только вот властные структуры, правоохранительные структуры. Возможно, у активистов есть предположение, кто является владельцем данной территории? Фактически владельцем данной территории? Фактически нет, к сожалению, пока таких вот, я тоже искал очень много, и вот такая вот фигура, как Литвина Лариса Владимировна, это номинальный руководитель каких-то данных других, я же говорю, какая-то детективная история, пока вот нет. Возможно, надо чуть больше времени для того, чтобы раскопать больше. Но на данный момент вот та информация, которая есть, это вот... А вот по поводу, кстати, то, что нет поддержки полиции, делается очень просто. Если какая-то общественная организация пришлет в полицию уведомление о бессрочном митинге, который там будет проходиться, или пикетирует... Полиция обязана предоставить охрану. Что-то все дело. И тогда они будут стоять там и скучать вместе с пикетирующими. Что очень важный момент, то, что вот активисты замечали, что когда полиция приходила, один или два раза она там была, строители останавливали работу строительную свою. Они там 10 минут подежурят, полисмены посмотрят, ничего нет, все нормально, технику убрали, только полисмены оттуда выходят, закрывается дверь изнутри и начинается строительная работа. Ну, собственно, то же самое говорила Елена Воробьева, что когда их инспекторы приходят на место, работы останавливаются, как только не уходят, работы продолжаются. Твой прогноз, чем закончится история с дачей Анатро, из того, что вот ты видел, исследовал, реально ли защитить здание? Я думаю, реально, но тут, понимаете, вот яркий пример – это дача Докса, когда очень много... ну, бывший губернатор, который пытался вроде как ее защитить, но, тем не менее, после его вот слов о том, что нужно как-то повлиять на защиту, чтобы укрепить защиту памятников культурного наследия, и буквально через несколько дней после этих слов эта дача была снесена. Причем тоже, насколько я помню, ночью. Да, да. Никто не виноват. Мэр Труханов сказал, что городская власть к этому не имеет никакого отношения, и компания, которая это снесла, сказала, что там задним числом нам уже есть решение власти и суда, что мы собственники, владельцы, и можем тут у нас есть... Но в случае с дачи Докса она не была памятником архитектуры. Это было упущение. Да. А вот дача Анатра – это памятник архитектуры. Это тоже упущение. Которое обязательно будет решено. Ну, посмотрим. Продокс, никто ни в чем не виноват, а архитектурные памятники Одессы... Это было решено уже. По документам это будет было решено. Посмотришь. Ром, благодарю тебя. Ждем со следующим интересным авторским репортажем. К слову, о чем будет следующий материал? Есть идеи уже? Пока есть какие-то идеи, но это будет сюрприз. Я не хочу во всеуслышание это раскрывать. Не надо, не надо. Не надо. Не трать энергию и не спугни жертву. Договорились. Роман Семенов – наш корреспондент со своим авторским материалом о дальнейшей судьбе исторического комплекса дачи Анатры. Мы прерываемся на выпуск новостей. Виктория Ортис ознакомит вас с последними событиями, происходящими в городе. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин